Каратэ уже давно является одним из самых популярных в мире видов спорта, и в этом году его добавили к Олимпийским играм. Вот все, что вам нужно знать о нем перед просмотром Олимпийских игр, чтобы получить удовольствие. Каратэ десятилетиями оставалось в стороне, в то время как другие боевые искусства находились в центре внимания Олимпийских игр. Рестлинг, тэквондо, дзюдо, фехтование и бокс стали стандартной частью соревнований, в то время как каратэ показывало себя в фильмах, телесериалах и, конечно же, на турнирах Всемирной Федерации каратэ и других подобных мероприятиях. А все потому, что, как указывает веб-сайт Олимпийской сборной США, несмотря на внимание, который этот вид спорта к себе привлек, только в 2020 году перенесенные на 2021 год игры в Токио позволили ему претендовать на надлежащее, по мнению многих мастеров боевых искусств, место. То есть до настоящего момента каратэ не допускалось в Олимпийские игры. Согласно изданию Каратэ Атланта, каратэ – одно из самых популярных боевых искусств в мире. На самом деле, Nippon Communications Foundation заявляет, что по состоянию на 2017 год более 100 миллионов человек в 192 странах мира практикуют искусство каратэ, что, по мнению многих, делает его настоящим международным соревнованием, достойным включения в Олимпийские игры. Конечно, Олимпийский комитет с самого начала существования Всемирного соревнования отказал включить каратэ в игры. Но, возможно, это только потому, что они ждали наиболее подходящего места, которое можно было придумать для первого раскрытия этого вида спорта. В конце концов, игры 2020 года проходят в Японии, на родине каратэ. В истории, сформированной Японской ассоциацией каратэ, считается, что каратэ в том виде, в котором мы знаем его сегодня, возникло примерно 500 лет назад на японских островах, известных как Окинава. Боевое искусство, из которого произошло каратэ, появилось на островах задолго до этого благодаря богатой истории торговли региона с Китаем. Китайское Кэмпо развилось в боевое искусство под названием Тэ, а затем, в течение неизвестного количества лет, превратилось в каратэ. С Окинавы каратэ распространилось в культуру других японских островов, и, согласно каратэ Атланта, волна его мировой известности приходится на период после Второй мировой войны. Каратэ, которое вы будете наблюдать во время Олимпийских игр, будет разным. Существует множество различных стилей искусства, множество связей внутри каждого искусства, множество школ для каждого из них и так далее, и вы увидите, как все они состязаются в двух разных соревнованиях. Одно из соревнований, которое вы увидите, называется ката. Ката – это серия движений, также известных как формы, которые совмещает один практикующий это искусство спортсмен. Согласно веб-сайту Олимпийских игр, в соревнованиях по ката будет разыграна одна золотая медаль для мужчин и одна для женщин. Другое соревнование по каратэ известно как кумите. Кумите – это слово в карате, обозначающее схватка и используемое для описания соревновательных спаррингов. В отличие от выполнения одиночных движений, участники будут сражаться друг с другом, и в таком случае необходимы весовые категории. В соревнованиях по ката не будет весовых категорий, но они будут разделены на мужские и женские. Согласно официальной веб-странице Олимпийских игр, каждый участник в выступлении, которое аналогично соревнованиям по гимнастике, выполнит одно из 102 участников.